Сьюзан Аткинс Деннис родилась 7 мая 1948 года, осужденная за участие в восьми убийствах в четырех местах США в штате Калифорния, совершенной в течение пяти недель лета 1969 года. Наиболее известное совершенное ею убийство получило название Тейт Лобианко за убийство актрисы Шерон Тей, жены известнейшего режиссера Романа Полански, а также их друзей, после чего убила семью Лобианко. Аткинс была приговорена к смертной казни, но впоследствии смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Заключенная с 1 октября 1969 года и до дня ее смерти Аткинс была отказана в условно-досрочном освобождении 18 раз. Родилась Сьюзан Аткинс в Сан-Габриэль, штат Калифорния. Она была второй из трех детей, кроме нее было двое братьев Майкл и Стивен, выросла в Северной Калифорнии. Ее родители Эдвард Джон и Джанет, по ее словам, были алкоголиками. Знакомые говорили, что она была тихим ребенком без каких-либо садистских наклонностей. Более того, Аткинс занималась в хоровом кружке, при школе, а после пела в церковном хоре. Других увлечений знакомые семьи не замечали, да и девочка не рассказывала, от родителей она многое скрывала. Будущая маньячка говорила, что с родителями были напряженные отношения, потому что ей совсем не уделяли внимания, забывали кормить и часто били, из-за чего девочка часто убегала из дома. Она рассказывала, как ее приглашали к себе соседи, чтобы пообедать, ведь все знали печальное состояние ее семьи. Мать Аткинс умерла от рака в 1963 году. Смерть матери будущая преступница перенесла легко. По ее словам, она не испытывала горе и спокойно приняла эту новость. После этого ее отец с семьей постоянно меняли место жительства. Отец Аткинс пить не бросал, в семье все сильнее назревал разлад и недовольство. После очередного переезда в Лос-Банос, Калифорния, Эдвард Аткинс устроился на работу по строительству дамбы Сан-Луис, а детей предоставил самим себе. Пытаясь уйти от всего этого, Аткинс бросает школу и уезжает в поисках счастья в Сан-Франциско. Это время своей жизни преступницы вспоминать очень тяжело. Она рассказывала, как скиталась по улицам и молила людей дать ей кусок хлеба, ведь ни на одну работу ее не брали. Но со временем все начало налаживаться, и у нее получалось находить подработку. Девушке пришлось трудиться в различных сферах, она была и офисным работником, секретарем и даже танцовщицей в баре, стриптизершей. В тот момент с ней познакомился основатель церкви Сатаны Антон Шандер Лавей, где у него она танцевала в шоу под названием «Суббота Ведень». В 1966 году у Аткинс уже начинаются проблемы с законом. Ее арестовывают за незаконное хранение оружия, а также продажу краденных украшений. Получила за это она немного, после трехмесячного заключения ее выпустили с испытательным сроком. В 1967 году Аткинс встречает и знакомится с Чарльзом Мэнсоном, музыкантом, когда он играет на гитаре в доме, где она жила с несколькими друзьями. После этого дом был захвачен полицией, Аткинс остается без жилья. Мэнсон пригласил ее присоединиться к его группе, путешествующей на школьном автобусе, перекрашенной в черный цвет. Так будущий убийца Сьюзен Аткинс становится полноправным членом так называемой семьи Мэнсона и получает новое имя Сэнди Мэй Гладс. У Чарльза был план обвинить темнокожих людей в убийствах, чтобы освободить от них Америку. Мужчина продумал его до мелочей. В нем его семья должна ездить в дома, грабить их и подстраивать все так, чтобы полиция подозревала в этих преступлениях темнокожих. Позже Аткинс рассказывала в интервью о том, как верила, что Чарльз Мэнсон – это Иисус. Летом 1969 Мэнсон и его так называемая семья селятся на ферме около Лос-Анджелеса. Там же 7 октября 1968 года у Аткинс рождается сын, которому Мэнсон дает имя Зизазоус Затфраг Гладс. Но после убийства, совершенного Сьюзен Аткинс, ее лишают родительских прав, а ребенка усыновляют другие родители, которые дали ему новое имя. Аткинс не имеет никаких дальнейших контактов с сыном. Самым ужасным преступлением, которое совершила Аткинс, является убийство актрисы Шэрон Тейт, а также семьи Лобианко. Это страшное преступление получило название «Убийство Тейт Лобианко». 8 августа 1969 года Чарльз Мэнсон дал указание трем девушкам из своей семьи, среди которых была Аткинс, отправиться на дело вместе с Чарльзом Уотсоном, известным под прозвищем «Текс», и во всем ему подчиняться. Компания подъехала к месту. Мужчина приказал девушкам ограбить дом и лишить жизни всех, кто в нем находится. Страшное преступление было совершено в доме Романа Полански, очень известного режиссера, но тогда он был на съемках в Европе. В его доме осталась его жена, актриса Шэрон Тейт и четверо их близких друзей. Супруга режиссера к тому моменту была уже на последних неделях беременности. Но это обстоятельство не смогло остановить девушек. Преступницы приказали отдать все деньги, связали Тейт, а затем ее гостей, после чего устроили беспощадную бойню. Когда все закончилось, Аткинс написала кровавым полотенцем на входной двери дома слово «свинья». Чарльза Мэнсона работа своей семьи не устроила, и 9 августа 1969 года он решил на личном примере показать, как надо нападать. Он собрал нескольких членов своей секты вместе с Аткинс и направился в дом Лена и Розмари Лобианки. Они являлись владельцами сети магазинов. Там же компания монстров вырезала семейную пару. В этот же день банда отправилась к дому актера по имени Саладин Надр. Однако с этой задачей семья не справилась, по каким причинам – никто не сказал, но позже правоохранители предположили, что они не смогли попасть в дом. Долгое время полиция не могла раскрыть эти преступления. Лучшие следователи со всей Америки пытались раскрыть это дело, но все было безрезультатно, пока по прошествии пяти месяцев не произошла одна случайность. Полиция задержала девушку, которая подозревалась в несвязанном с предыдущими преступлениями. Она подозревалась в расправе с торговцем с запрещенными веществами. Полицейские давно заприметили эту девушку. Позже полиция установила ее личность. Ее оказалась Сьюзен Аткинс Деннис. Как признавал сам Чарльз Мэнсон, за ее детской и наивной внешностью скрывалось самое извращенное воображение из всех наших членов семьи. Рассказывают, что когда Аткинс ждала окончания следствия и предъявления ей обвинения, она говорила своим сокамерницам о том, что пила кровь бедной беременной актрисы Шерон Тейт. Во время допросов Аткинс постоянно восхищалась Мэнсоном. Как она утверждала, он был воплощением Бога и был наделен сверхсилой, с помощью которой он мог манипулировать абсолютно любым человеком. Разговоры об расправе актрисы Шерон Тейт у Аткинс вызывали нездоровый восторг. Аткинс рассказывала, было такое классное ощущение. После первого удара она закричала и во мне все перевернулось. Я стала бить еще и еще. Я бы сравнила это с половым удовлетворением. Особенно в тот момент, когда видишь кровь. Это даже круче, чем оргазм. После допроса полиции девушка призналась только в том, что она была соучастницей и не принимала участие в самих убийствах. Хотя все позже задержанные члены семьи утверждали обратное. Все они говорили, что именно Аткинс проявляла желание лишить жизни всех. Правоохранителям удалось установить, что девушка была причастна к 8 убийствам, но роль ее никто точно определить не смог. Ведь все члены секты часто меняли показания. Всего удалось установить причастность клана к 9 случаям лишения жизни людей. В апреле 2008 года стало известно, что у Аткинс рак мозга, но ее прошение об условно-досрочном освобождении было отклонено. На тот момент губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер также выступал против освобождения Аткинс и 24 сентября 2009 года женщина умерла в возрасте 61 года, но в отличие от своих жертв естественной смертью. Чарльз Мэнсон содержится в тюрьме штата Калифорния в городе Коркоррен под номером В 33920. До этого он многократно переводился из одного учреждения в другое. Он проводит 23 часа в одиночной камере. Ему запрещено общаться с другими заключенными. Он также был лишен права условно-досрочного освобождения. Про сына Аткинс сейчас ничего не известно. После переезда его приемной семьи журналисты не смогли их найти. Многие пользователи сети опасаются, что у сына таких преступников будет предрасположенность к преступлениям. Хотя официально отцом является Брюс Уайт, но люди уверены, что им был сам Мэнсон. Самое необычное, что находясь в тюрьме, преступница смогла выйти замуж в 1980 году за Дональда Лилой Сура, а затем второй раз в 1987 году за Джеймса Уайтхауса, который после их свадьбы начал учиться в Гарварде, чтобы стать юристом и таким образом защищать свою жену. Диплом он успешно получил, но снисхождения для своей возлюбленной добиться не смог. Также он регулярно посещал ее в тюрьме и отправлял ей деньги. В апреле 1978 года женщина издает биографию под названием «Дитя сатаны, дитя бога». 28 мая 2015 года вышел драматический сериал про Аткинс, где главную роль сыграла актриса Эмбер Чайлдерс. Также упоминание про преступницу было в сериале «Американская история ужасов» в седьмом сезоне. И, наверное, одним из самых популярных фильмов, который вышел при упоминании с Юзен Аткинс, стала картина «Однажды в Голливуде», где роль девушки сыграла актриса Майки Мэдисон. К моменту смерти Аткинс стала самой продолжительной женщиной, заключенной в штате Калифорния, ведь раньше там была разрешена смертная казнь.